Подобные инциденты с нападением бездомных собак на людей за последние пару лет стали происходить все чаще. Дошло до того, что ради собственной безопасности жители Иркутска создали народную карту, где отмечаются места обитания наиболее агрессивных собак. Все подробности сообщим далее. Прямо посреди центральной торговой площади Иркутска у лохматых сейчас сиеста. Они вальяжно отдыхают на солнышке, но в любую минуту могут рвануть и пустить в ход свои зубы. Животные оказались не нужны людям, поэтому испытывают ответную антипатию. И в случае, если почуют угрозу, жди беды. Как минимум, бездомные дворняги могут облаять, а то и вовсе атаковать и нанести помимо рваных ран, которые вскоре затянутся, еще и психологическую травму, которая может остаться с человеком надолго. Поэтому сами жители областного центра решили себя обезопасить. Часто, оказавшись в незнакомом нам месте, мы задаемся вопросом, а какие достопримечательности здесь можно посмотреть? И для этого нам поможет карта маршрутов. Ну, а чтобы не столкнуться с так называемой зубастой напастью, в Иркутске была разработана народная карта, где отмечены стаи бездомных собак. И нужно отметить, что это очень актуальная и полезная информация, особенно учитывая последние новости. Вот, например, высокая концентрация беспризорных хвостатых. Недавно была замечена на улице Новаторов, во втором Иркутске, на улице Сергеева, возле торговых рядов и в центральной части города. Привлекают двор терьера в заброшенные здания, где мало людей, и шаговая доступность до мусорных баков, где всегда есть чем поживиться. В таких местах шанс наткнуться на стаю, которая будет охранять свою территорию, увеличивается в разы. Хоть городская администрация и предпринимает попытки стабилизировать обстановку, подрядных организаций, занимающихся отловом, не хватает. Специалисты отмечают резкое увеличение нападений на людей за последние годы. Чаще страдают дети в возрасте от 7 до 12 лет. Самые жесткие травмы случаются летом, когда все носят меньше одежды. Однако областным центром ареал бездомных собак не ограничивается. Все чаще с жалобами на укусы стали обращаться люди после посещения Большой Байкальской тропы. Если нападение случилось далеко от медучреждений, нужно действовать максимально быстро. Всегда любая укушенная рана в первую очередь должна быть обработана для профилактики заражения бешенцем мыльным раствором. Можно обработать растворами антисептиков и наложить септическую повязку. То есть, во-первых, это для того, чтобы изолировать рану от окружающей среды, ну а порой для того, чтобы и давящей повязкой остановить кровотечение. И при любом раскладе, при факте получения таких травм, обязательно в ближайшее время нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение за помощью. Помощь бездомным собакам, тем же прикормам, только увеличивает их количество на отдельной территории. А пока эффективных механизмов отлова и изоляции животных не внедрено, случаев нападения животных на людей точно меньше не станет. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням.